всем привет с вами витик вячеслав вчера на ческом состоялся масштабный матч между командами россии и украины на 242 досках общий счет пользу украины 270 с половиной на 213 с половиной да ну я разумеется играл за команду россии и мне удалось выиграть обе свои партии одну из партия собственно сегодня вам покажу в которой я играл черными фигурами и давайте посмотрим на моего соперника соперник под логином алекс сучов я так понимаю он проживает в польше в кракове да ну и давайте перейдем непосредственно партии итак поехали конь f3 d5 c4 е6 g3 c6 слон g2 слон d6 2 0 f5 да вот вообще на самом деле до того как пешка белых не стала на d4 f5 играть наверное не стоит сейчас вы поймете почему следует ход d3 да белые вовсе не обязаны играть d4 переходя в голландскую защиту в каменную стену конь f6 конь сты а могут попытаться сразу в один прием провести е4 и после 2 0 следует е4 да эта позиция уже крайне неприятная у черных дело в том что бить дважды эту пешку не очень хорошо там просто рассыпается структура да ну давайте там приведу примерный вариант да здесь на е4 пешка падает у белых ученых изолятор на е6 и вообще позиция белых просто явно лучше стратегически наверно на просто тяжелые ученых поэтому пришлось что-то выдумывать да скажу больше вот данный вариант я не советую играть за черных я об этом знал и раньше но дело в том что всегда хочется верить в то что там белые сыграют d4 да и получится обычная каменная стена вот как вы понимаете бывает и по-другому да здесь я сыграл конь bd7 cd еd еd cd и конь d4 да вот под боем пешка на f5 здесь наверное сильнее было сыграть конь е5 я же сыграл конь b6 следует ход ладья е1 здесь я понимал что моя позиция крайне неприятная попытался как-то замутить воду сыграл конь g4 но это по сути был блеф но блеф с ловушкой в которую мой соперник собственно говоря и попался ну наверное самое принципиальное здесь пойти h3 задавая вопрос коню собственно что ты здесь делаешь да ну и вот в примерных расчетах я планировал убить на f2 король f2 пойти слон c5 и на слон е3 где-то пойти f4 мне казалось что здесь какая-то инициатива ученых есть что в принципе действительно так и есть на gf можно убить слон d4 на слон d4 ладья бет f4 и здесь скажем ход король е3 вообще проигрывает после ферс g5 белый просто форсированно проигрывает понятно что белый не обязаны ходить на е3 могут уйти и на g1 да но и после ладья d4 возникает весьма интересная позиция на мой взгляд она просто неясная движки по моему отдают небольшое предпочтение черным да но вот так же кстати говоря возможно и другие варианты вместо слон е3 можно пойти конь b5 да здесь наверно тоже черным надо ходить f4 gf ферс h4 вот какие-то такие варианты некоторые из которых я в частности рассматривал мне казалось что все таки для биться ученых может быть очень серьезная инициатива да но ловушка заключалась собственно не в этом в этой позиции ученых под боем пешка на d5 и соперник смело бьет конь d5 исследует неожиданная слон c5 под боем конь на d4 под боем конь на d5 для это позиция уже с явным перевесом у черных соперник сыграл еще не лучшим образом конь b6 ферс b6 теперь конь на d4 просто вынужден отходить ну смысле не может отходить так как там падает на f2 поэтому следует ход ферс b3 как меньше изол ну и после ферс b3 конь b3 слон f2 король f1 слон е1 король е1 и остался просто с лишним качеством и без всякой компенсации дальше возможно действовал не лучшим образом но тем не менее лишнее качество мне удалось реализовать давайте я вам быстро промотаю слон d7 ладья е8 да вот мы поменяли слонов дальше я поменял еще и коней да уже четыре на тоже не лучшее решение здесь не удалось создать проходную но вот эта позиция уже наверное объективно выигранная хотя конечно потребовалась определенная точность в реализации преимущества да вот давайте вам покажу последний момент вот после солнце 7 пришлось напрячься и посчитать выиграющий ход это ход h2 дело в том что слон h2 бить нельзя следует ход ладья d2 и здесь во всех вариантах белые проиграют слона на g3 ходить нельзя последует мат на е3 на g1 ходить нельзя последует мат на е1 ну а после короля f1 мы просто забираем слона да но в партии последовал ход ладья а5 шаг король g4 ладья а4 король h3 слон h2 здесь кстати можно было даже убить на h2 мата здесь нету да ладья просто перекрывается но я сыграл по моему еще точнее ладья d2 шаг сначала ладья бьет h2 ну и дальше просто съел пешку и зашел за второй да то есть здесь уже реализация не вызывает никаких сомнений ну и в скором времени я поставил вот такой вот мат да после ладья b2 неважно куда король уходит черные ставят мат в один ход да вот так вот закончилась моя партия это была первая партия во второй партии я тоже выиграл белыми фигурами но там я прошел через абсолютно безнадежную позицию надо заметить что мне откровенно повезло да но вот еще раз давайте вернусь быстренько к варианту к дебюту и скажу еще пару слов с мы быстро промотаем да то есть вообще этот вариант переходить в каменную стену до того как пешка не пошла на d4 наверное не стоит да вот здесь вот белые в один прием проводят и 4 и вы можете сами убедиться поставьте на движок эта позиция уже крайне неприятная для черных я надеюсь вам понравилась данная партия подписывайтесь на мой канал ставьте лайки на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч